Огромный и непобедимый Денис Цыпленков уступил миниатюрному Хаджимурату Залоеву. Многие специалисты не понимают, как это возможно. Несколько может быть не согласен с решением четвертого места Дениса Цыпленкова. Все-таки по достоинству можно сказать, что этот спортсмен занял бы, скажем так, второе место. А лучшие эксперты страны расходятся во мнении, кого назвать бодибилдером года. Конечно, мне в первую очередь приходит Саша Кадзоев. Конечно, учитывать все, наверное, Лисуков превосходит Кадзоева. Железный рейтинг о лучших рукоборцах 2012-го вызвал неоднозначную реакцию фанатов и специалистов. И это при том, что в армии, по крайней мере, приходится выбирать из атлетов одной федерации. Что же будет в пауэрлифтинге, где на чаше весов стоят не только спортивные достижения атлетов, но и значимость тех организаций, где они были достигнуты. Как тут разобраться, кто есть кто? Разные федерации, разные правила, разная строгость допинг-контроля и разная экипировка, в конце концов. Чтобы не запутаться в пауэрлифтинге окончательно, мы объявляем. Уважаемые дамы и господа, битва за титул лучший пауэрлифтер 2012-го года пройдет в абсолютной категории, то есть вне лиг дивизионов и федераций. А нашим проводником сегодня в мире пауэрлифтинга станет чемпион мира Алексей Бахерев. Алексей, добрый день. Извини, что ненадолго прерываем тренировку. Первый вопрос. Каким для тебя был 2012 год? Где удалось побывать? Что выиграть? 2012 год для меня был не очень удачным началом его. Я получил нулевую оценку сначала на чемпионате оси в Челябинске, потом тренировался в Суздале на чемпионате оси по жиму. А дальше был лучше. Я выиграл чемпионат оси по классическому пауэрлифтингу в Владимире, потом выиграл чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу и принял участие в турнире битвы чемпионов, там рекорд в тяге сделал и закончил выступление, это Кубка России в Тюмени, который я тоже выиграл сначала в экипировочном, потом в классическом пауэрлифтинге. По-моему, очень неплохо, Алексей. Ну а, собственно, переходя к нашему рейтингу, кто, по-твоему, может претендовать на титул лучший пауэрлифтер 2012 года из, естественно, российских спортсменов? Ну, в этом году впечатлил Кирилл Сарачев, который показал самый большой безэкипировочный результат в жиме лёжа. Я очень надеюсь, что в этом году Кириллу покорится абсолютный мировый рекорд в этом виде. Впечатлил Андрей Коновалов своим выступлением на чемпионате мира IPF. Да, Андрей Коновалов в прошлом году на чемпионате мира собрал внушительные 1145 килограммов. И этот старт был отнюдь не единственным для Андрея в минувшем спортивном сезоне. Самарский богатырь успешно прошёл через ситоотбора на двух чемпионатах России по жиму и по пауэрлифтингу. И дважды выступил на чемпионатах мира. Четыре старта, четыре подготовки. Столько же пиков формы. И это под контролем ВАДА. А под конец сезона Андрей порадовал фанатов лифтинга серией мировых рекордов в условиях жесточайшей борьбы с Виктором Тисцовым и Карлом Кристенсеном. То, что он показал на мире, это, конечно, просто фантастика. Учитывая тот результат, который он показал на чемпионате России, по-моему, он даже не собрал тонны 100. А на чемпионате мира буквально через полгода уже тонны 145. Просто потрясающий результат, конечно. Правда, его тезка Андрей Маланичев может похвастаться еще более внушительными цифрами. В мае прошлого года, собрав 1150 килограммов, он в четвертый раз стал победителем престижного суперкубка Титанов и получил рекордные для российского лифтинга 400 тысяч призовых. Хотя победив соперников по Титанам, победить себя самого Андрей Маланичев в 2012-м не смог. В 2011-м году, когда он стал вторым, результат был выше на 30 килограммов, чем в прошлом, победном году. Маланичев собрал бы намного больше. Я думаю, что он при условии борьбы собрал бы тонну 200 точно. Зато порадовать спортивный мир новым ярким рекордом смог Кирилл Сарычев. На битве чемпионов в Архангельске этот талантливый атлет показал рекордный для безэкипировочной версии жим – 315 килограммов. Я знаю, что у него и тяга неплохая. Он набрал сейчас вот в Риге 372 по динулу. И я в курсе, что у него приседания в районе 340 килограммов в одном демешке. То есть, если это все сложить, скажем, в одну кучу совокупность, то получится очень довольно-таки большая сумма. И к этим невероятным килограммам нужно добавить выступление Кирилла на семи турнирах разного уровня, в том числе чемпионате Европы ДВПЦ, где он одержал победы. Так что, мол, Сарычева можно на первом месте ставить Кирилла. Рекордным жимом может похвастать и легендарный дядя Вова. На прошедшем чемпионате России ВПА Владимир Кравцов выжил 305 килограммов и установил новый рекорд России. У некоторых экспертов, правда, вызывают сомнения те турниры, на которых дядя Вова воюет со штангой. Хочу отметить, конечно же, Владимира Кравцова, но он выступает только в одной федерации. Но ведь заслуга Владимира не только в его спортивных рекордах. Дядя Вова является одним из самых ярких подвижников пауэрлифтингов массы. Пятым претендентом на титул пауэрлифтер года болельщики и эксперты посчитали стронга и тяжелоатлета Михаила Кокляева, который в прошлом году бросил вызов сильнейшим лифтерам России. Его первым шагом в этой борьбе стал безэкипировочный чемпионат Европы ВПЦ, который Михаил выиграл, собрав сумму 965 килограммов. А в конце года на чемпионате Челябинской области легендарный стронг выдал рекордные 417 в становой тяге. 417 у нас в России не тянул никто больше. 412 тянул только, по-моему, по тынной, и то очень давно. То ли 417, то ли 412. Больше не тянул никто. Поднял планку роста результата становой тяги сейчас, потому что мы поднимали там, ну, 390, 400, 390, 400, а тут сразу тебе 417 на... Итак, чьи же достижения окажутся решающими? Перевесят ли 400 тысяч призовых Маланичева мировые рекорды Коновалова? Способен ли лучший жим Сарычева сравниться по значимости с тягой Кокляева? Или популярность дяди Вовы затмит все рекорды молодых чемпионов? Об этом мы узнаем через несколько секунд. Ну, а сейчас мы рады назвать очередного победителя зрительского конкурса. И для этого мы перенесемся совсем недалеко. В один из магазинов генерального спонсора нашей программы. Компании fitnessbar.ru И сегодня нашим победителем становится Владимир Ларионов. Он привел очень серьезные аргументы за победу в номинации «Лучший бодибилдер 2012» Дмитрия Яшанькина. Кстати, Владимир сегодня у нас в гостях. Кто не знает, Владимир является одним из самых востребованных спортивных фотографов. Его фотоработы не раз украшали такой уважаемый журнал, как «Железный мир». Владимир, и все-таки почему Дмитрий? Вы знаете, зная этот спорт изнутри и общаясь лично, персонально, не только с фотографами Санкт-Петербурга, но и Москвы, все-таки считаю, что такой позитив, такую энергетику, вообще все-все-все-все-все этот спорт несет именно Дмитрий своими видео, своими фотографиями, своим просто даже, я бы сказал, энергетическим посылом. И я считаю, что Яшанькин считается как бы показателем и эталоном этого вида спорта. Спасибо. Хорошая аргументация еще раз. И сегодня специально для вас подарок – протеин от бренда спортивного питания «Санкт». Но если битва за титул «Лучший бодибилдер» продолжается, то имя лучшего пауэрлифтера 2012 мы узнаем прямо сейчас. Открывает пятерку лучших лифтеров 2012 года легендарный Владимир Кравцов. Многие приходят в пауэрлифтинг, потому что хотят быть, как дядя Вова. За верность своему делу, огромный вклад в развитие спорта и неиссякающую жажду к новым рекордам, мы с радостью ставим Владимира на пятую ступень нашего рейтинга. Только у меня хорошее чувство к этому человеку. Естественно, в таком возрасте держаться на таком уровне – это феноменально. Без экипировки очень сильно. Преклоняюсь перед дядей Вовой. На четвертом месте Андрей Маланичев. Выиграв в четвертый раз самый престижный мировой турнир «Суперкубок Титанов», он подтвердил, что по праву является одним из лучших атлетов планеты. Но отказавшись от борьбы за рекордные килограммы после схода с дистанции Ярымбаша, он упустил шанс стать пауэрлифтером 2012. Я настраивался на серьезную борьбу. Когда ее уже нет, я уже расслабился. Как получилось, так и получилось. Что поделаешь? Бронзовую медаль нашего хит-парада принимает Кирилл Сарычев. Фантастический рекордный жим на битве чемпионов. Более семи стартов за год. Победа на чемпионате Европы. Бывалые атлеты без тени сомнений называют Кирилла открытием сезона. На вторую строчку рейтинга поднимается Михаил Кокляев. Еще вчера он был стронгом и тяжелоатлетом. Но неуемной душе Михаила стало тесно в рамках даже двух видов спорта. И в прошлом году он ринулся штурмовать высоты силового троеборья. За умение подать себя, верность силовому экстриму и отличный дебют в пауэрлифтинге мы с радостью объявляем Кокляева серебряным призером нашего железного рейтинга. То, что он, конечно, показал на оригинальном туреце, это, конечно, очень серьезный и сильный результат. Феноменальный человек, конечно, очень сильный. Я думаю, что если в ближайшем будущем будут проводиться титаны без экипировки, я думаю, что Миша смог бы, очень смело смог бы претендовать на золото. И лучшим пауэрлифтером 2012 становится Андрей Гоновалов. Имя этого атлета пока не очень известно за пределами закрытого мира IPF. Но мы уверены, что это лишь пока. За минувший год Андрей Гоновалов совершил сразу несколько спортивных подвигов. Это и голливудская борьба на чемпионате мира, где он, подойдя к финалу в качестве темной лошадки, в итоге остановился всего в нескольких килограммах от победы. И внушительные 70 кило, на которые он смог за год увеличить свой рекорд в сумме. На мой взгляд, номер один, безоговорочный, это, конечно, Андрей Гоновалов. Лучше него на данном этапе нет у нас в России. Гоновалов монстр, монстр, монстр жима лежа, председания сильные. Я считаю, если добавить становую тягу хотя бы до 360, там, 50, ну, до 70, то он будет не достигаем. Андрей Гоновалов. Без сомнений, это имя должны знать все поклонники железного спорта. Алексей, ну вот что значит мнение профессионала, стопроцентное попадание. Ну и мы рады вручить вам подарок, протеин от бренда спортивного питания «Сан». И спасибо огромное. Ну а с вами мы не прощаемся. В ближайшие дни нам предстоит узнать имя лучшего бойца ММА и лучшего бодибилдера 2012 года. Хотите быть в курсе? Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube и вступайте в группу железного рейтинга ВКонтакте. Узнавайте все новости первыми. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok